В Ульяновском мониторингом центре 112 оживленно. В принципе, как и всегда. С раннего утра и до обеда на горячую линию поступило свыше 700 звонков. Это больше, чем обычно, заверяют специалисты. Мы анализируем, кто больше звонит, какой возраст, мужчины, женщины. Вы знаете, это очень индивидуально. Не каждый хочет даже персонально свои данные оставлять. Но много звонков, конечно, более старшего поколения, много семей. И город Ульяновск, конечно, естественно, больше звонков. С трех часов дня в работу заступила вторая смена. На линию вместе с основными операторами сел губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Рядом расположились коллеги по цеху. Звонки от жителей также принимали председатель правительства Александр Смекалин, его замы Андрей Тюрин, Екатерина Уба и Михаил Семенкин. Первые лица региона работали операторами в специальном отделе по коронавирусу. За сутки получается по стране 1459 инфицированных. 300 человек практически больше, чем в прошлом. У нас шесть. У наших соседей в Нижегородской области 87. 7 подтверждений. В Пензенской 52. В Татарстане 59. За сутки подтверждений. Губернатор лично принял 10 звонков. Вопросы сыпались из разных уголков области. Касались прежде всего поддержки малоимущих, малого и среднего бизнеса в период пандемии. Интересовала людей работа волонтеров. Были вопросы по дистанционному обучению школьников. Морозов пытался помочь каждому. Если не сиюминутно, то в ближайшие часы. С учетом того, что все сегодня в такой достаточно сложной ситуации, то решение у нас достаточно простое. Мы это по заявительной основе. То есть вот вы обращаетесь к нам и говорите о том, что вот так и так у нас возникли проблемы в семье и требуется поддержка. В перерывах между звонками о ситуации на места губернатору докладывали журналисты. В частности, соблюдают ли жители режим самоизоляции. После такого общения с корреспондентами глава области поручил усилить работу дружинников и нарядов постовой службы полиции для разъяснения граждан об опасности распространения вируса и необходимости оставаться дома. Сегодня вот смотрите, какая активность. Ну да, я так понимаю, на стадионе, да? Играют, гуляют и радуются. Погода хорошая, по всей видимости, люди сразу забывают о самоизоляции. Успел глава региона посредством видеосвязи пообщаться с врачами. Сергей Морозов интересовало, помогают ли выделенные из автопарка правительство машины медикам. Дополнительный транспорт, а это 40 автомобилей, должен был облегчить задачу по разводке медицинских рецептов пациента. И на региональном, и на федеральном уровне собираются оказывать меры поддержки медицинским работникам в сфере здравоохранения. И надеемся, что данный указ вступит в силу в очень скором уже времени, и в денежном эквиваленте данные меры поддержки мы уже увидим. Спасибо огромное за то, что вы подтвердили, показали, что у нас действительно транспорт работает. Я хочу еще раз подтвердить о том, что указ такой о мерах поддержки подписан и президентом, он вчера объявил, и губернатором. Спустя час работы губернатор передал пост очередной смене центра мониторинга. Морозов пожелал операторам терпения, здоровья. А мы напоминаем, телефон единой службы поддержки 112. Также обращаться за помощью можно на горячую линию 8 800 350 46 46. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Данил Сурков. Новости Уллправды ТВ.